Вот они малышки через пару недель после операции. Февраль, крещение, никто не заплакал. У мамы Виолетта, у папы Эвелина. Спустя пять лет она такой же улыбчивый ребенок. Свои игры вовлекают всех вокруг, учатся ходить и говорить. Бегать, где пина. А это Виолетта, осложненная ДЦП. Она не держит спину, не сидит и не говорит. Что, дочь, нямыть, кушать? Она ух, ух. Что, дочь, заплакала? Спать хочешь? Ух, и сразу. И все. Попьет, поест и лежит дальше. По словам Елены, о сиамских близнецах она узнала на шестом месяце беременности. Как говорят врачи, о рисках ее предупреждали. Все знали изначально, все знали, что у них проблемы с головой. То есть у Эли, это затылочная часть, то, что отвечает за ноги. А у Виолы полностью была, ну как, как мне объяснили это, частички головного мозга погибли, а потом они слились в единую, была киста. Ее рассосали, как бы, а головной мозг-то он же не... Нас выписывают и мне вот доводят до меня, что это два ребенка-инвалида. О том, что девочки сиамские близнецы, сразу и не скажешь. Да и развиваются они по-разному. Виола живет лишь на руках. И вот так же мы зажарку зажариваем, и суп наливаем. Ну, картошку только когда чищу, то я ее в коляску положу. А Эвелина ежедневно учится ходить. 15 метров в одну сторону, длина коридора. Такие масштабы были не всегда. Когда девочки родились, семья, в которой воспитывают еще двух старших сыновей, летилась в маленьком доме. Власти пообещали построить новую, но не построили. Супруги сами в кредит оформили половину квартиры. Муниципалитет по их просьбе купил другую и частично оплатил ремонт. Изначально велась работа, в том числе муниципалитетом, по организации проживания. То есть там были вложены средства на строительство, реконструкцию, скажем так, жилья. Вложение как бы пришлось тоже делать. И отопление, и все это. Ну, в пределах 300 тысяч где-то так. Это отопление, что еще? Отопление, проводку, электричество. Все это полностью за наш счет было. Сегодня многодетная семья под пристальным вниманием. От соцзащиты получает выплаты, педиатр рассматривает регулярно. Не решен вопрос реабилитации. Два года Елена сознательно ее пропускает. Говорит, тяжело ездить одной, да и девочки возвращаются с простудами. Врачи же утверждают, часть лечения, уколы могут ставить и на дому. Для того или иного пациента есть эксклюзивные, так скажем, препараты. И, вероятнее всего, маме приходится ездить в Барнаул за ними. Но со стороны мамы в адрес администрации Шипановской ЦРБ обращений за помощью, по крайней мере, доставки препаратов не поступало. Алексей Баталов объяснил это нашей съемочной группе. Маме, по ее словам, врачи о такой возможности никогда и не говорили. А еще семья бы не отказалась от специальных тренажеров и инвалидной коляски. Фактически техника есть, но выделены государством прогулочные коляски жесткие, часто ломаются. Купить удобное для семьи дорого. Велосипед, который бы направлен на то, чтобы у нее развивались ножки. Если бы было бы, конечно, мы бы все делали и дома. Но у нас этого нет. Мы не можем себе не позволить ни съездить в больницу, потому что у нас даже элементарно нет такой коляски, в которой бы мы могли передвигаться. Положен ли им специальный тренажер бесплатно, родителям тоже никто не объяснил. Положенную обеим девочкам ортопедическую обувь выделили только на одного ребенка. Поэтому супруги рассчитывают на свои силы, развивают хозяйство. И своих маленьких особенных принцесс привыкают носить на руках. Мы смирились. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Продолжение следует.